Арестант, в первую очередь, человек. Какими правами обладают граждане, задержанные за административные правонарушения? И соблюдают ли сотрудники правоохранительных органов условия задержания и содержания нарушителей закона? Этот вопрос обсудили на заседании экспертного совета приуполномоченном по правам человека Ивановской области. Вопрос очень сложный. Очень сложно работать и правоохранительным органам, сами понимаете. И второе, при всей сложности работы и сложности работы с тем контингентом, который попадает под административным правонарушением, все равно нужно, чтобы права человека соблюдались. Поэтому в течение полутора лет мы вели этот мониторинг, проверку. Результаты мониторинга неутешительные. Среди обращений, поступивших за период проверки, жалобы на жестокость правоохранителей во время задержания, нарушение пятой статьи закона о полиции. Тщательному исследованию подверглись и следственные изоляторы, условия содержания в которых также стали причиной жалобных обращений граждан. На 1 октября 2015 года всего поступило 1770 обращений и жалоб как в письменной, так и в устной форме. За 2014 год всего поступило 2222 обращения. В том числе сферы правоотношения и соблюдения прав граждан органами общественного порядка, следствия и дознания. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Оказалось, что задержанные вынуждены находиться в условиях, порой совсем нечеловеческих. Часть изоляторов расположены в полуподвальных помещениях. Кое-где в камерах нет водопровода и вентиляции. А в Кинишме в спецприемнике до сих пор не оборудован прогулочный дворик. Тему недобросовестного отношения правоохранителей к выполнению должностных обязанностей поднял член совета Александр Кротов. Он рассказал, что однажды сам был задержан сотрудниками полиции за несанкционированный митинг. Их действия и дальнейшее разбирательство по его делу, которое в итоге закрыли за отсутствием состава преступления, до сих пор вызывает у него негодование. Почему это происходит, я сделал выводы еще тогда и почему-то думаю, что сейчас ничего не изменилось. Первая причина – да просто-напросто сотрудники полиции не знают закон. Он не знает, что он обязан любому задержанному, прежде чем он его возьмет под теплые ручки, объяснить причину задержания и разъяснить права. Ни причину задержания, ни права никто, я ни разу не видел, чтобы кому-то разъясняли. Также на заседании рассмотрели вопрос о заключении соглашения на предоставление бесплатной юридической помощи задержанным специалистами адвокатской палаты.